Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию директора муниципального бюджетного учреждения «Парк отдыха города Видное» Черника Валерия Николаевича. Валерий Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер, Олег Александрович! Добрый вечер, уважаемые зрители! Спасибо, что откликнулись на приглашение. И вы у нас первый раз в эфире. Поэтому, я не знаю, может быть, некоторые наши телезрители не знают. «Парк отдыха города Видное» считается, ну или, по крайней мере, в народе, нам, мне кажется, думают, что это наш именно детский городок. Насколько это неправильное осуждение? И давайте расскажем, что входит в себя «Парк отдыха города Видное». Позвольте с вами не согласиться, потому что в эфире не первый раз, поскольку «Видное ТВ» регулярно оказывает нам содействие в информационном оповещении и информирует жителей о мероприятиях, которые проходят в празднике, о мероприятиях, которые вообще проходят в парке, да и вообще о жизни и работе парков. То, что касается МБУ «Парк отдыха Видное», это действительно предприятие, в которое ходят три парка. Первый парк – это детский городок, второй парк – это Тимоховский, и третий парк – это Расторгуевский. Значит, территория детского городка составляет около 3,5 гектар, территория Тимоховского парка составляет около 12,7 гектар, территория Расторгуевского парка составляет около 9 гектар. Значит, что касается детского городка, значит, территория городка обустроена, там находятся детские аттракционы, вторая часть – прогулочная зона. Значит, максимально задействована территория в основной части – это где находятся аттракционы, поскольку там проводятся в большей степени какие-либо мероприятия, как празднование каких-либо знаменательных дат, также и каждую субботу-воскресенье там проходят детские мероприятия с участием клоуна Алекса, которые к субботу и воскресенье с 12 до часу, каждые выходные, независимо от погоды, снега, дождь, слякоть, все равно там занимаются с детьми, проводят всякие конкурсы, пишут сценарии и готовят, реализуют эти сценарии для детей. Значит, то, что касается Тимовского парка. Тимовский парк был создан в 2013 году, значит, была создана первая очередь, это в районе микрорайона Солнечная, вторая очередь пока до настоящего времени не реализована. Планируем в этом году все-таки начать приводить данную территорию в порядок. В том году мы вывезли достаточно большое количество мусора оттуда, гаражи были ликвидированы, последствия от гаражей, значит, было убрано сорняк, который там рос, ну и очищалась территория в целом. То, что касается Расторгуевского парка. Значит, Расторгуевский парк у нас находится в части Расторгуева. Значит, там первая часть парка была также в 2013 году приведена в порядок, были выделены средства Московской области нашего депутата МОСа Булдумы Тыцкого, и данные деньги пошли на реконструкцию первой части. Вторая часть находила состояние до того года в удручающем. И были жалобы, были обращения, что и пройти невозможно, и света нет, и загажено, и мусора очень много. Значит, в том году была приведена массированная уборка, было тоже вывезено огромное количество мусора, которое там скопилось веками, поскольку та часть вообще никогда, наверное, не убиралась. Значит, более-менее вторая часть приведена в порядок. Значит, мы стали участниками государственной программы в этом году, значит, где Московская область и администрация городского поселения видны, будет выделять денежные средства на развитие второй части. В настоящее время разрабатывается концепция, значит, она обсуждается, рассматриваются, какие приоритеты можно отдать, какую часть больше восстановить, либо это часть пруда и прибрежная зона, поскольку, согласно стандартов парка, как бы это требуется. Поскольку у нас в городском поселении видны, нет вообще ни одной пляжной зоны и территории, то мы рассматриваем вопрос, чтобы именно создать такую зону в районе Расторговского парка. Значит, если будут какие-то сложности там с изысканием гидрологии, то тогда есть второй вариант, это вторая часть, которую мы будем приводить в порядок. Будем делать дорожки, значит, будем делать освещение, будем делать подсветку в парке. Вторая часть, чтобы мы понимали, это та, которая за пруда. Возле танка. Да, оно уже ближе, да. Дальше от города. Дальше от города. Да, значит, есть у меня желание все-таки осветить как-то пруд, потому что, когда едешь по улице Тинькова, то свет, который освещает первую часть, плавно пресекается и начинается темнота. Все-таки хотелось бы, чтобы, поскольку у нас знаменательные даты в этом году, это 50 лет городу, это 70 лет Великой Отечественной войны, хотелось бы все-таки сделать это в лучших традициях. Действительно, чтобы это приносило удовольствие, наслаждение и комфорт. Чтобы люди ехали туда, в этот парк, несмотря на то, что он находится чуть-чуть дальше от центра города. И могли там действительно провести время с пользой, с комфортом. Вы говорили, Валерий Николаевич, о том, что действительно и в 2013-2014 году достаточно много было сделано именно в Расторгуевском парке, и сделаны дорожки заасфальтированные, и свет провели. Но я думаю, не вам мне напоминать о том, что и в Расторгуевском парке прошла акция «Посади дерево». Это областная акция, в которой участвовали многие и многие. Скорее, это не областная акция. Акция, значит, была приурочена к 85-летию. Московской области. Ленинского района. Ну, мы ровесники. Ну, возможно. И именно я вышел с инициативы в отдел экологии с тем, чтобы действительно рассмотреть место для высадки деревьев. Это именно Расторгуевский парк. Поскольку есть территория, есть недосаженные деревья и есть плешины, которые нужно восполнять. Тогда сразу вопрос от лозунгов и демонстрантов. Какова судьба сейчас этих деревьев? Ведь одно дело – провести акцию, посадили дерево, отчитались, все хорошо, галочку поставили. Следит ли кто-нибудь за тем, как эти деревья растут? Ну, поскольку я взял на себя обязанности и время быть руководителем предприятия и стал хозяйственником, то я как бы за это сам лично несу персональный ответ за то, чтобы парки развивались, а не парки умирали и загибались. Значит, поэтому за каждым деревом идет контроль. Деревья все в нормальном состоянии, погибших деревьев нету. Они, когда были высажены, их проливали. И управляющая компания нам в этом тоже помогала. И дальнейшие консультации нам давали, как правильно делать. Тем более у нас в штате есть человек, который имеет образование лесника, который знает, как деревья сажать. Часть деревьев у нас, кустарника, не было посажено, хотя планировалось тоже посадить именно к 85-летию. Это детская площадка, которая находится вблизи дороги. Мы приняли решение ее живой изгородью обсадить. Но поскольку есть сложность определенная именно в формировании всего парка, здесь же идет концептуальный подход и индивидуальный подход. В Расторгуевском парке в 2013 году было вырублено порядка 500 деревьев, которые были определены как непригодные, поскольку либо их съел жук, либо они действительно сохли. Сейчас я немножко закончу. Да, я в том плане, что действительно я был в Расторгуевском парке, именно когда готовилось к вырубке этих деревьев, которые я подтверждаю, что это действительно были сухие деревья. В том плане, чтобы не было разговоров о том, что, как всегда у нас бывает, вырубали деревья. Ну, это больной вопрос, потому что видит деревья рубец, значит, обязательно должен быть подвох. На самом деле это не так, поскольку любая природная зона должна прогрессировать, функционировать. И есть определенные какие-то требования к тому, чтобы деревья имели определенное солнечное поглощение, чтобы они могли чувствовать себя вольготно, чтобы не было никаких вредоносных рядом растений, которые могли бы пагубно влиять. Почему, когда я пришел в том году, возглавил данное предприятие, основной задачей было привести Расторгуевский парк действительно в порядок? Почему была вычтена вторая часть, которая возле танка? Да, да. Значит, убирали от поросли, убирали от веток, убирали сухостой, убирали те деревья, которые готовы были падать, да, вот, пни суча. Значит, в первой части до конца не была вырублена, проведена санитарная вырубка. Мы вырубили порядка 200 деревьев. Было возмущение людей, да, ну, потому что все почему-то считают, что действительно есть подвох. На самом деле, нет, нельзя в парке содержать деревья, которые действительно непригодны, которые аварийны. Вот за время моего управления в парке упало порядка 6 деревьев. Несмотря на то, что мы периодически все равно провели анализ, сделали поучетную ведомость, вырубили 200 деревьев, и еще 200 мы будем вырубать в Расторгуевском парке. Ну, это не значит, что будут эти проплешины оставаться, и они не будут засаживаться. Запланировано в отделе экологии, значит, совместно с ними в этом году массированная посадка зеленых насаждений. Парки, вот Расторгуевский парк, почему хотелось бы все-таки его закончить до конца, да, и не разбрасываться. Ну, очень тяжело при отсутствии действительно большого финансирования в наше вот время, да, с этими кризисами, в этот сложный период, сразу бросаться за все. Вот сейчас планомерно мы занимаемся Расторгуевским парком. Хотелось бы видеть в этом парке подсветку, подсветку деревьев, кустарник будет высажен. Может, какие-то малые формы по дорожкам, архитектурные формы. Возможно, будет мостик через пруд для того, чтобы можно было с одного берега переходить на другой. Значит, планируется также прокат лодок, маленький причал с хранением лодок, с эллингом, значит, планируется создание свадебной деревни, опять же, с малыми формами, если получится, значит, совместить и приятное с полезным. Может быть, будет благословение поставить там часовинку. Может быть, к тому времени можно будет как-то взаимодействовать с ЗАГСом, чтобы там тоже можно было расписывать. Какие-то выездные сессии. Да, да, да. Либо можно официально зарегистрироваться, а там повторить уже в присутствии профессионалов. Хотим там, чтобы были лебеди, хотели, чтобы там был мини-зоопарк, контактный, небольшой, с маленькими животными. Ну, чтобы люди действительно получали наслаждение от того, что они приходят и не зря тратят там время. Вот вы сейчас уже столько рассказали о тех планах, которые вы хотели бы сделать в Расторгуевском парке. Что, мне кажется, сколько на это планируете уделить, не уделить, а потратить время? Это должно было быть вчера. Поэтому мы к этому идем. Значит, могу сказать, что, ну, сейчас с Расторгуевским просто закончим, чтобы перейти дальше уже ближе к городу. Значит, в этом году был установлен Wi-Fi. В Расторгуевском парке. Значит, опять же, при меценатской поддержке наших предприятий, которые находятся в районе, те с пониманием относятся, что действительно тяжелый период финансовый, да, и каждый какую-то лепту все-таки вносит за это действительно искренне большое спасибо, где люди просто относятся с пониманием к данному вопросу. Вот вы сейчас сказали, кстати говоря, извиняюсь, что перебил, и вас рассказали про лодочную станцию. И прямо тут же пришел вопрос, но, видимо, еще не успели услышать это. Будет ли устроена лодочная станция в Расторгуевском парке? Вот видите, у вас и у жителей мнение, в общем-то, сходится. Возможно, даже будет фонтан с подсветкой в самом пруду, да, для того, чтобы заиграло. Но эта перспектива все зависит, опять же, от финансирования. Хватит ли нам средств? И, кстати, по поводу средств. Не станет ли Расторгуевский парк платным? Нет. Любой парк в городе виден, ну, не знаю, у меня принципиальное видение, что территория парка должна быть бесплатная. А уже находящиеся там какие-либо услуги, ну, они, естественно, должны быть платные. Потому что бизнес есть бизнес, и от него мы не уйдем. Тем более парки должны содержаться за средства, которые они должны приносить сами, а не сидеть на шее у бюджета города. Хотел сказать, что есть у меня очень большое желание, чтобы позаботиться о наших пенсионерах, потому что раньше была хорошая традиция, когда пенсионеры собирались, где могли в своем возрасте пообщаться, поговорить о наболешем. Опять же, много одиноких стариков, пожилых людей, которые не чувствуют заботы, внимания. Я хотел бы это объединить именно в Расторгуевском парке. Сделать хотя бы два дня, какие-то такие, время с 4 до 7, до 6, с музыкой, ретро-музыкой, вальсы, чтобы они могли поговорить, потанцевать, посидеть. Ну, вот оборудовать вот такую территорию. Вот у нас есть сцена, пока мы в перспективе, может быть, будем ее трансформировать, сделаем из нее, может быть, небольшой миниатюрный кинотеатр. Но, опять же, это все будет компактно, и все будет вписываться изящно в те формы, которые там уже есть. Капитальных строений принципиально в парке не будет. Если будут строения, то они будут легко возводимы, и в любой момент они могут убираться и не быть в ущерб природе. И деревья для каких-либо объектов точно вырубаться не будут. И Расторгуевский парк все-таки я хотел бы видеть именно парком отдыха, где можно ходить, гулять, кататься на велосипедах, кататься на роликах. Несмотря на то, что есть узкие и широкие дороги, но, в принципе, там это позволяет. Потому что Тимовский парк, например, он не приспособлен для такого. Он разных холмов, разных возвышенностей. Поэтому сложно. Детский городок принципиально не разрешают кататься на велосипедах, на роликах, чтобы предотвратить несчастные случаи. И когда обращаюсь к родителям, все равно есть непонимание, почему нет. А вот я хотел бы, чтобы мой сын ехал. Ну, потому что и расположение самих дорожек, они под наклоном, и кто-то не может затормозить, кто-то едет на самокате, падает, потом себе лицо разбивает. Ну, чтобы в детском парке должны ходить себе пешком. Приехал на велосипеде, слез с него, катишь, поставил. И, насколько я знаю, есть же для этого специальные парковки для велосипедов, которые... Это перед входом в парк, где можно оставить, да, прицепить его, если переживаете, что могут украсть, а действительно от этого нельзя быть застрахованным, то действительно это нужно делать. Переходим к следующей теме. Мы поговорили, достаточно основательно поговорили по Расторговскому парку. Признаюсь, признаюсь, что он в какой-то степени был обделен вниманием на протяжении многих лет. И, наверное, не только я, но и все жители города видны, и уж тем более Расторговской части нашего города, наверное, сказали бы спасибо, что этот парк приводится в порядок, а уж те планы, которые вы строите, я думаю, порадуют многих и многих жителей. Можно поджить еще по поводу Расторговского парка. Почему задача очистить парки? Люди говорят, мы здесь жили, нас все устраивало, пусть он будет в таком состоянии, нам не нужно ничего, мы не хотим здесь никаких мероприятий, мы хотим здесь покой, пусть все будет заросшее и никого здесь не будет. Ну, потому что мы живем здесь. У меня принципиальная позиция, что парк это не только для части Расторгового, парк это городской. И поэтому туда могут люди приехать и могут сходить в туалет, и могут попить кофе, и могут пойти погулять, и могут посмотреть. Когда мы начали убирать вторую часть, такое невероятное количество мусора, которое даже при том условии, что мы убираем, люди все равно берут и несут. Я говорю, вы что делаете, вы видите, люди убирают. Ну, мы уже, говорит, привыкли. Да, поэтому все овраги были реально хламом от близлежащих домов заполнены. То же самое отсутствие культуры. Вот есть возможность, я обращаюсь, я неоднократно говорил о том, что если вы приходите туда с собаками, пожалуйста, следите за своими собаками. Потому что такое количество и безразличие местных жителей к той территории приводит действительно к неприятным последствиям. Когда ты идешь и смотришь массу последствий. И причем каждый считает должным просто пройти туда, выгулять собаку и уйти. Если это ваши животные, пожалуйста, надо о них заботиться. То же самое, вот пока не был очищен парк, да, каждый считал должным, выйдя со старой части расторговок остановки, выбрасывать в парке мусор, возле мусорных ящиков оставлять пакеты с домашним мусором. Ну, либо нужно заключать договоры на вывоз, да, либо брать и везти там. Есть рядом благоустроенные контейнерные площадки. Но когда очистили вторую часть и первую часть стали убирать, то действительно была тенденция к улучшению. Перестали действительно выкидывать мусор. Вот сейчас еще приведем в порядок, кстати, может быть, сделаем там территорию для выгула собак, чтобы действительно было одно место, но и все-таки с мешочками и с заботой о своих ближних животных. Переходим к другой теме. И, естественно, парки это не только для, создаются и для того, чтобы в них прогуливаться, хотя это и тоже. Но и, насколько я знаю, вы достаточно много проводите мероприятий различных на территории детского городка, Расторгуевского того же парка. Как прошел Новый год? Как прошла Масленица? Как проходят выходные в ваших парках в детском городке? Ну, при условии того, что у нас не заложено в бюджет проведение, именно выделение средств на проведение мероприятий в парках в Центральном, в Расторгуевском, в Тимоховском, то мы вынуждены все-таки обращаться к нашим коллективам, которые находятся в городе, к меценатам, для того, чтобы они оказывали нам содействие и действительно в парках было хотя бы чем заняться. Мы установили музыкальное сопровождение, мы в этом году сделали каток, который я считаю, что один из лучших в городе, потому что на улице с нашим приспособленной техникой мы его выравнивали, у нас заливочная машина в парке есть, которую мы сами смастерили. В целом, я считаю, что каток в хорошем состоянии, действительно готов к использованию, к эксплуатации. Значит, опять же, есть меценаты, которые принимали активное участие все-таки в развитии парка, в его становлении. Значит, были приобретены надувные формы, которые украсили, опять же, городок. Значит, были подарены, опять же, какие-то изделия, из которых мы, вот коньки, например, мы украсили очень красивую елочку. Да, и получилось, вот действительно, прям вот вписалось в интерьер. Красиво. Да. Ну, плюс еще формы на самом катке, насколько мне известно, чтобы маленькие, совсем маленькие, да, любители покататься на коньках смогли держаться за них. Один из городских депутатов подарил шесть таких форм для того, чтобы вот именно обучались. И мои дети тоже стали на коньки в этом году, три года дочерям. Вот они, благодаря вот этим формам, действительно, хорошее подспорье. Не нужно наклоняться и спину срывать. И я просто видел, как другие родители заботились. Ну, я скажу, что в свободном доступе, опять же, но только для тех, кто учится кататься, а не для тех, кто хотел бы просто поиграться с этим формам, потому что, действительно, форма, она должна быть применена по назначению. Одна из форм вот уже немножко пришла в негодность, вот опять же, из того, что не досмотрели, стали играться, а борт стукнули, сломалось. По Масленице, как прошел праздник? Были ли блины, какие-то народные гуляния, перетягивания канатов? Ну, вот, благодаря, опять же, администрации, вот политика, которая сейчас немножко начинает все-таки двигаться в том формате, который мне близок и приятен, да, потому что я считаю, что парки созданы для того, чтобы мероприятия именно в парках проходили, да. Есть, конечно, конкуренция с искрой, да, потому что все основные массы мероприятий проходят там. Когда я пытаюсь сделать какие-то мероприятия, акции в своем парке, то, естественно, народ уходит туда, и поэтому, как бы, работа немножко получается пустой. Ну, администрация пересмотрела свои взгляды, и это, причем, положительная динамика. Значит, у нас в Расторгуевском парке мероприятия проводятся, у нас в детском городке проводятся мероприятия, и также в Тимовском парке проводились мероприятия. Ну, просто в Тимовском парке почему-то все-таки народу немало, и та программа, на которую тратятся деньги, которые люди должны отработать определенный период времени, приходит сначала какое-то количество людей, потом они расходятся, и люди просто в холостую работают. Поэтому все-таки две точки, это детский парк, детский городок и Расторгуевский парк. У нас были приведены, благодаря администрации, значит, это Масленица, значит, это новогоднее празднование, и в первом-втором случае, ну, действительно, народу было около 500 человек. Действительно эффективно, хорошо, с подсветкой. Мы украсили елками все три парка, значит, елки были с подсветкой, с гирляндами. Ну, я не видел недовольства жителей, я открыт, я хожу каждый день по паркам, я, получается, так, что как-то работаю без выходных. Ну, мне нравится просто работа, я хожу, смотрю, разговариваю с людьми. Если какие-то есть вопросы, да, то мы их стараемся все-таки решить быстро и кардинально. Ну, уже совсем не за горами, буквально несколько дней остается до женского, международного женского дня, 8 марта, готовить какую-то программу. Мы можем абсолютно спокойно сейчас пригласить всех наших любимых женщин в парк, чтобы провести вместе, да, этот замечательный праздник. Поскольку я уже сказал, что бюджетом не заложено деньги в парке именно на проведение мероприятий, да, то какие-то мероприятия, естественно, я буду пытаться делать за счет внебюджетных средств, за счет привлечения каких-то меценатов, за счет привлечения других, третьих лиц, да, которые все-таки могут оказать содействие. Вот, например, сейчас мы взаимодействуем с губернским театром, которые вошли в программу духовых оркестров. Вот мы разговаривали, сейчас идут переговоры о том, чтобы духовой оркестр 8 марта выступал в детском городке. Естественно, в праздничный день вот у нас есть музыкальное оборудование. Опять же, благодаря меценатам, которые нам помогают, предоставляют музыкальные центры, освещение. Конечно, планируем проводить вот такие мероприятия. Все-таки хотел еще сделать 9 мая действительно красивый праздничный день. Хотел бы поставить музыку, хотел, чтобы 9 мая играла тематика военная. Хотел бы, чтобы были выступления ветеранов, наших местных жителей, тех, кто действительно принимал участие в боевых действиях, которые могли бы рассказать о своей истории, о своей жизни в тот период времени, ну и оставить это в памяти. Также хотел тоже прокручивать фильмы времен Великой Отечественной войны. Не так в кинотеатре пришел. То есть планов громадян. Идей очень много, планов очень много. Хотелось бы данные площадки парков все-таки, чтобы они действительно были использованы по назначению. Вот сейчас хорошая тенденция есть. Олег Владимирович Хромов созвал форум молодежный, идеология молодежи. Действительно очень много активных молодых людей, которым я готов, например, оказать содействие, предоставить площадке парков, чтобы они могли там реализовать свои творческие потенциалы, какие-то идеи, возможности. Парк должен жить. И надо делать все для того, чтобы он был активным. И чтобы люди туда тянулись. Действительно, каждый получал то, что хотел бы. Я вот уже не знаю, сколько там, лет 15, по-моему, 1 мая происходит официальное открытие детского городка. В этом году будет так же? Знаете, я хотел бы немножко поменять эту традицию. Потому что, поскольку меня не было раньше, я не могу ее правильно трактовать и формировать точку зрения. Но я вижу о том, что все зависит от климатических условий. Я очень много ездил по паркам, я очень много был на форумах, общался с коллегами теперь уже моими. Все зависит от погодных условий. Если в апреле будет хорошая погода, я думаю, что мы будем готовы в апреле уже запустить аттракционы. Технические состояния будут в хорошем. Можно сказать, будут выполнены требования структурно проверяющей организации, которая следит за техническим состоянием. Будут приведены в порядок, постараемся их все-таки не обновить, а как-то облагородить. Потому что новых аттракционов пока приобретение у нас не предвидится. Поэтому то, что есть, это будем эксплуатировать, использовать. Но постараемся все равно создать атмосферу, создать условия. Может быть, получится данные аттракционы как-то модернизировать, дизайн обновить. В любом случае, это механизм, который дает определенные плоды для получения удовольствия. Каждый аттракцион предназначен для определенных эффектов. Конечно. Буквально остается у нас две минуты в эфире. Хотелось бы вот еще какой вопрос задать. Где-то, наверное, может быть, чуть больше, чем через месяц. Где-то в середине апреля у нас будут проходить субботники. Насколько вы готовы своими силами убрать, учитывая просто обширные территории вашего парка? Или мы можем пригласить, я не знаю, всех желающих прийти в парк и помочь субботникам убрать территорию после зимней спячки? Ну вот, хотел бы тоже вот как-то на этом обратить особое внимание, что у нас, поскольку мы бюджетное предприятие, мы руководствуемся законом о выборе того подрядчика, который должен убирать в парке. И не всегда это добросовестные подрядчики, ну по разным стечениям обстоятельств. И поэтому вот любое участие жителей в жизни парка, оно только приветствуется. Потому что можно посадить деревья. Подрядчик выполняет работу согласно смет технического задания. А какие-то вещи подрядчик просто не выполняет. А у нас только в центральном городке, в детском парке, да, есть люди в штате, которые занимаются уборкой. В двух других парках этого нет. Поэтому вот хотелось бы согласованно, если люди готовы приходить, потому что за год моего управления на субботнике пришел один человек. Это в Росторговском парке. В Тимовском парке там обособленная атмосфера, там определенные условия. Когда люди хотят, приходят, сажают, где хотят и что хотят. Кто-то приходит, вырубает, где что не хочет. Но еще не привыкли, потому что самый молодой из парков. Ну, вот Тимовский парк в этом плане как раз немножко не сформирован в части его обслуживания. Поскольку в этом году мы стали вырубать поросли, которые там есть, осушать болоты, чтобы люди могли спокойно ходить. И убирать от старых огородов металлические ограждения, проволоку и сеть. Инициативные жители стали препятствовать этому. Сказали, что мы убиваем насекомых из Красной книги. Хотя в болоте там, по сути, их и быть-то не должно. В старых огородах. Ну, вот такое бывает. Ну, и вы знаете, практически все, что строится, все, что начинается нового, какое-то движение, всегда находит какое-то определенное сопротивление. Причем, мне кажется, это в любой человеческой жизни. Это информационный вакуум. Потому что люди нет, чтобы подойти, просто позвонить и выяснить. У нас телефон открытый, я в соцсетях, я всегда в ВКонтакте. Даже в том же ВКонтакте, в том же Фейсбуке я сразу отвечаю, если вдруг возникают какие-то вопросы. Не вопросы, касающиеся лично, а именно вопросы, касающиеся профессиональной моей деятельности. Кстати говоря, вот последний вопрос, который я успею зачитать. Повесьте, пожалуйста, в Тимоховском парке скворечники, Александра Васильевна. Мы готовы повесить в Тимоховском парке скворечники. Вот люди приходят, мы им готовы помочь. Просто сейчас уйти от Расторговского быстро к Тимоховскому, повесить три скворечника, ну, немножко сложно. Просто уже если делать все, так делать качественно, профессионально и комплексно. Ну, судя по нашему эфиру, и потому что вы рассказали, вы действительно делаете это профессионально и достойны того, чтобы об этом говорить, рассказывать, в том числе и здесь у нас на телеканале Видное ТВ. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли. Всего доброго и до свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»